С агентством Кубань сотрудничает уже не первый год, а его сотрудники – частые гости в крае. Одна из совместных работ – улучшение качества взаимодействия с бизнесом. На встрече зашел разговор о результатах проведенного рейтинга инвестиционного климата регионов. По словам Андрея Никитина, все данные планируют проанализировать и выявить причины успеха и отставания. Подобную работу гендиректор предложил провести Вениамину Кондратьеву и внутри края. Я бы тоже рекомендовал в эту работу включиться, выбрать одну из четырех АБЦД, где вы считаете, что просто сразу посмотреть, почему у кого-то плохо, у кого-то хорошо, вы получите очень серьезный объем фактуры, как можно действовать, набор вариантов. Я хочу сказать, как к своему региону, не останавливались в достигнутом, а для этого нужно в пятом стране, объективности. Поэтому, конечно, здесь вот ваша вся команда нам помогает просто, знаете, не самоуспокоиться, понимать, где мы сегодня и понимать, что мы можем завтра. Деньги можно допросить без конца у федерального центра, а вы абсолютно правильно ориентируйте, давайте их зарабатывать. Сегодня губернатор, это менеджер, по большому счету, который должен сегодня найти вот те точки роста. Я всегда говорю, что лучшая политика – это экономика. Если мы ее будем делать, давать, на самом деле, все, что мы обещаем, и люди вокруг себя будут реально видеть, это есть политика, это не нужно будет лишних лозунгов и призывов к чему-либо. Кроме того, обсудили на встрече и необходимость привлечения к развитию территорий местных инвесторов. Как отметил Вениамин Кондратьев, сейчас в Кубани важно уйти от статуса сырьевого региона и сделать акцент на переработку и производство. По словам главы региона, с краевыми инвесторами, которые пойдут по этому пути, власти готовы сотрудничать в ручном режиме.